Всем привет! Сегодня планирую собрать такой вот стильный букетик. Не знаю, что у меня получится. Надеюсь, все получится. Для этого букета я залила цветочки. Во-первых, пион суин. Взяла большой набор. Вон есть еще маленький бутончик. Наверное, такие пиончики уже у всех есть. Они классные, вот такие почти кругленькие получаются. Сейчас на них акция идет 800 рублей за два цветочка. То есть, вот такой цветочек и бутончик. Вот. Эта акция, кстати, скоро закончится. Но, мне кажется, эти пионы, наверное, уже у всех маловаров есть. Поистине очень красивый воздушный цветок. Вес 37 грамм вот большого цветочка. Потом залила каллы, но их я советовать вам не буду. Они тоже сайта мыльная вечеринка, но этой формочке, наверное, лет 6, как бы не 7. У меня и, конечно же, за это время появились каллы намного красивее. Например, целый набор есть калка мила. Они вообще вот шикарные, как настоящие. Такие все изогнутые. У меня вот формочка одна. Это... Я даже название ее не помню. Наверное, просто калла называется. Немножко, видите, я с ней поиграла. Форма одна и та же, но я вот заливала, то немножко приоткрыв ее, то оставив вот такую закрытую, ну, чтобы хотя бы чуть-чуть что-то было другое. Потому что, конечно же, в букетах красивее смотрится, когда цветы вот немножечко разные. То же самое я сделала с антуриумом. Очень красивый цветочек, никак не могу наиграться. Вот он. Смотрите, вот этот вот. Я его раскрыла, видно вам. И вот, к примеру, та же самая форма, но я немножечко ее закрыла. Пока мыло теплое, немножко закрыла. Этот оставила как был. Вот. И так получилось немножко у нас, хотя бы что-то чуть-чуть по-другому. Вот. Буду использовать сегодня шляпную коробочку. Вот такую вот. Она немножечко, у нее тоже оттеночек фиолетовый. Долго думала взять сюда розовые цветочки или фиолетовые. Часто у меня розовые мелькают, взяла фиолетовые. Ну, в общем, давайте собирать. Начну сзади. Для этого мне нужно как бы прикрыть зад букета. Потому что ну каллы у нас вот так вот смотрятся. Букетик будет у нас не симметричен. Листочки длинные. Берем зубочистки. Ну, то есть то, что пока ручки. И вот так с одного бука. Их вставляем. Раз. И теперь каллы. Все вместе, все в кучке, как бы чуть-чуть полукругом. Вот так интересно у нас получается. И смотрите, я беру теперь вот такую вот зеленьку. Не зря же я делала все-таки пионы фиолетовые. И вот сюда вот я хочу уже добавить таких вот вставочек. Тоже они длинные. Будет очень красиво смотреться. Эти вставочки уже из мыльной вечеринки цветочки. Прикольные, кстати. Осыпаются вот совсем-совсем немножечко. Практически нет. И они есть всех цветов. У нас сейчас в группе проходит акция большая. До 10 июня. Очень много форм по 550 рублей за формочку. Гребьеры красивые, прям большие. Ну, там много модных всяких стильных цветочков. В общем, кому интересно, вам нужно просто пройти в группу мыльная вечеринка. Это группа ВКонтакте. Кто не знает, ссылочку оставлю. И посмотреть. Также мы ждем новинки от двух мастеров, от двух лепщиц, девочек. Новинки все шикарные. И они уже в пути. Ну, там просто восторг. Они новинки. Поэтому приходите посмотреть, что мы ждем. Так, ну, вот так вот в разброс я поставила. И теперь давайте все-таки антуриум. Вот он. Очень красивый. Я никак не наиграюсь. Игрушки для маловаров. Сзади мы тоже прикроем какой-нибудь веточкой. Такой вот пышненькой. Все вот это. Давайте вот так вот большие. Пышные, большие. Вот они. И вот этот вот где-нибудь внизу я сделаю. У нас осталось место, видите, серединочка такая для красивых пиончиков. Вот если они не будут помещаться, а скорее всего они не будут, мне придется немножечко мылукетик наклонить. То есть вот эти все цветочки чуть-чуть я наклоню, чтобы сделать здесь побольше диаметра для цветочков. Ну, посмотрим. Этот цветок пока использовать я не буду. Почти все готово. Вот здесь добавила таких вот тканевых цветочков беленьких. Думаю, лишними не будут. Осталось вставить пион. И у меня остался один антуриум. Прям вот совсем лишний. Прям так жалко. Хотелось бы его где-то поместить. Ну, не знаю. Может быть переставлю какие-то цветы местами. Чуть-чуть. Вот еще можно сюда цветочек куда-нибудь. Ну, в целом, такой вот нарядный букетик получился. Думаю, такой продать будет проще, чем какой-нибудь обычный. Вот. Сейчас немножко посмотрю уже еще без камеры и сделаю фотографию. Ну, в целом, я довольна. Сзади получается вот так. Я знаю, что вам интересно все равно. Шпажек не видно. Видны листочки. Ну, как бы кава все равно высокая. Поэтому мыло будет видно. Ну, смотрится довольно симпатично. Все. Сегодня такое по-быстрому. Буду прощаться. Всем мира и добра.